Отрезок, соединяющий середины противоположных сторон параллелограмма, обязательно проходит через его центр. Докажите этот парк. Отрезок, соединяющий середины противоположных сторон, называется средняя линия. Итак, господа, смотрите, что от вас требуется. Доказать, что у параллелограмма средняя линия обязательно проходит через точку пересечения диагонали. Итак, я унесу любой параллелограмм. Пусть вершины АВСД, середины это будут какие-то две точки М и Н. Вы помните, что стороны равны, поэтому половинки равны. Значит, вот такая вот картинка. Требуется доказать, что если вы проводите диагонали, которые пересеклись в какой-то точке О, то вот эти вот отрезки МО и ОН на самом деле лежат на одной прямой. Любая прямая, через центр. Дайте, у меня сейчас цель, чтобы они привыкли к слову параллелограмм. Ребята, вы должны вообще понимать, что ничего сверхестественного сложного мы сейчас не делаем. Мы просто на самом деле привыкаем к понятию. У меня нет сомнений, что любой из вас способен понять, что вы про это применим. Ребята, вот к этому надо привыкнуть. Ничего страшного. Все беспредельно. Чем раньше начнешь, тем лучше. Мы тут вскоре ослушаем двух лекций о происхождении языка. Светлана Анатольевна Гурлак. Красный телек. Оказывается, на свете есть язык, в котором не принято говорить о предметах право-лево, ближе-дальше. Восточный и западный. По реке против реки. А принято говорить совсем по-другому. Про любой предмет принято говорить. Он северный или восточный, или западный, или южный. То есть, они живут сверху в своих местах. И в отличие от нас с вами, которые ориентируются по дорожным знакам, или по станциям метро. Понятно, да? Городской человек ориентируется по таким вот странным ориентированным. А не надо ориентироваться в странах светки. Потому что если он достаточно далеко от сверху дома отошел в лесу, то, конечно, ему там нет никаких диспетков дорожного движения, никаких станций метров. И вот, и соответственно, они все время, всю свою жизнь знают, где север, юг. Давайте эксперимент. Поднимите руки те, кто знают, где север, сейчас. Там. Нет, Коля, тебя не просили говорить, где север. Тебя просили поднять руки, если ты знаешь, где север. А, Коля думает, что север знает, где север. Еще есть ли ты, кто знает. Так, Витка, давайте спросим. Так, господа, спросим. Да, двое знают, трое не знают. Вот, нет, на самом деле, то, что двое знают, это сильно. Что? А? Отлично. А теперь давайте я покажу, куда кто показал. Значит, смотрите. Был один человек, который показал, что север вот там. Был второй человек, даже там, был второй человек, который показал, что север вот там. И был третий человек, который показал, что север был. Там юг. Где север, я при этом, я уже говорю, что из трех сказавших, все две версии были разные. Но при этом две походили друг по другу, а третья отличалась тем, что... Стоп, полога, стоп. Вот, ребят, почему? Потому что мы на самом деле с вами гражданские люди, мы с вами тратили уже умение думать о сторонах света. И для нас Луна – это уже то, что показывают в боевиках, а вовсе не настоящее тело на ней. Ну, на самом деле, если бы мы с вами действительно живем в весу, то, уверяю вас, он гораздо лучше соображает. Но это еще не вся история. А все истории заключается в следующем. Оказывается, кроме этих индейцев есть еще другие. Индейцы – это вообще бывают русские, бывают нотары, бывают идеицы. Более того, идеицев на самом деле – ноль. А, кстати, все знают, сколько в Дагестане... В Дагестане... В Дагестане человек в России не живет. Сколько в Дагестане национальностей? Порядок. Одна, две, пять. Двадцать пять. Ребята, несколько десятков. Там хуже того, там языков несколько десятков. Языков. Сказать, что человек дагестанец – абсолютно невозможно. Это, ну, как сказать... Это не информация. Там действительно много маленьких народов. Благодаря. Одно из этих действенных времен – в отличие от нас с вами, которые говорят левее и правее, в севере, южнее, восточнее и так далее, избрали другой способ. А именно – все отсчитывают от течения. То есть, про любой предмет, если надо задать его отношение к другому, говоря ближе к реке или дальше от реки. Понятно, да? И другая координата – выше по течению или ниже по течению. Между прочим-то, я на себе несколько раз испытывал сию такого способа определения. Представьте себе, оказался я в знакомом городе. Спрашивал у местного человека, скажите, пожалуйста, как там пройти туда? Называю август. Собирает. Он знает это место. И он мне беспокойно говорит – пройдите, ну, я не знаю, 300 метров от центра города, и потом поверните направо и пройдете там еще километр. И быстро уходит. Считаю, что все это с ним. Я остаюсь в полном недоумении, то есть, слово «право» я понял. А вот, что такое центр, я не понял, потому что я стою на перекрестке, и у меня все четыре стороны с моим представлением абсолютно одинаково, где центр города. Он мне не сказал. Все в порядке, да? Так, ну хорошо. Кто проходит на камышную задачу? Дан правилограмм, у него провели теагонали. Докажите, что среднее линия проходит через точку пересечения теагонали. Задача не сложная, но, с другой стороны, или нет, а надо решать не только сложные задачи. Еще, то же самое, как абсолютно правильная фраза, но наложившись на наши с вами привычные правила, на наши стереотипы, может приводить к совершенно жутким последствиям. Господа, представьте себе, у вас есть бензамус. Представляете? Такая нужная машина, да? Много тонн бензина, огромная машина, цистерна. Как вы думаете, если немножко разный бензин и поджидчик, что будет? Загореться. 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 Ну, может быть, взорвется, может быть, просто загореться. Будет страшно. Это и стоит, и, в общем, это замечательно. Поэтому, разумеется, пишут, какие-то предупреждающие таблички. Как звучит предупреждающая табличка? Огнеопасно. Не курить. Никакого ангеля. Согласны? Что-нибудь такое? Отлично. Теперь, пока еще не говорят, да? Представьте себе, бензамус подъезжал. И все свое содержимое перегружается. Ну, не знаю. Приехал, и все свое содержимое следует. Как вы думаете, что после этого естественным образом говорят братья бензамуса? Пустой. Логично? Да. Отлично. Люди берут и вешают табличку на бензовоз. Пустой. Повторяюсь, никто не выбирал предупредительное. Не курить. Никакого огня. Бензовоз. Опасно. Подходит совершенно случайный человек. Не служащий бензоколовник, который все не знает, разумеется, потому что у меня профессия такая. А просто случайный человек. Видит надпись. Пустой. Видит табличку. Бензовоз. Опасно. Бензин. Не курить. Как думаете. Написано. Пустой. А в нем же в самом есть массаж? Нет. Дело в том, что вообще-то, если у вас там было 10 тонн бензина, естественно, что хотя бы килограммчик там обязательно остался. А если там остался килограммчик, то он обязательно испарился. У вас получился бензин. А это не просто килограммчик, а у вас получились параллельные силы. А это еще. Может быть слышали, бывают периодически страшные авалии в шахтах. В общем, к сожалению, и люди гибнут. Ну, в общем, шахтер – это такая жуткая профессия. Почему? А потому что выделяется газ в гранишке. Знаете, что это, да? Шахты все время ставят вентилировать, вентилировать, выгонять его. Но если вдруг, когда в каком-нибудь месте недостаточно хорошо сработала эта вентиляция, накопился где-то газ, то малейшая искра и… Понятно, да? Люди гибнут. Ну, это, конечно, бывает, но чаще плохо. Пустой бензовоз у любого из нас вызывает такую реанцию, чтобы вся опасность виновала. Если пустой, значит, разводи рядом с ним к стремлю. Понятно, да? У меня такое ощущение. Да. У меня, например, ощущение, если что-то делось, но у него что-то… Нет. Почему? Он нормально выгрузили. Ее нормально выгрузили. Просто в нем остались пары. Ты понимаешь? Да. Так. Ну да. И последний анекдот. Представьте себе, какой убить… Не знаю. Ну, стряки нас сами назовут в посольство. Ну, в ресторан убить. Отлично. Вот всех нас вместо занятия колодство Мехмата отправили в ресторан. Представили? Замечательно. Засставить малый Мехмат, накрыли столики, поставили стаканы, бутылки с самых замечательными, да, там, с молоком, с пепсиколой, с чаем. Замечательно. Стоят стаканы. Написано «Стакан». Вы подходите, берете стакан, берете бутылку, наливаете, выпиваете. Покажу вам еще? Да. Отлично. А теперь внимание. Если на подносе написано «Стакан». Что вы в этом случае… Причем, внимание, не потому, что вы грязнули, грязнули, мияха, а потому, что вы нормальный человек, который читатель не будет. Вы подносили стакан. Вы взяли стакан. Вы на ледину выдели. Что вы, после этого, автоматически, не дубая, сделаете? Вы поставите добра. Потому что написано «Стакан». «Стакан». У вас в руке стакан. Подумать о том, что ваш стакан уже грязный, и что на самом деле его надо куда-нибудь поставить туда, где грязный стакан, вы не подумаете. На таблицике написано «Стакан». Да? «Стакан». Конечно. Вот если бы они догадались написать «Чистый стакан», то вы бы уже… у вас бы что-то само было. А если я не напишу «После стакана», то наверняка вы с удовольствием возьмете и будете рады, что он чистый. Воспользуйтесь и после этого, внимание, не переходя в сознание. Вы на тот же стакан поднос поставите, потому что написано «Стакан». А я и ставлю «Стакан». Ничего не нарушаю. «Стакан». «Через описание, если произвольно понимаешь?» «Да». «Она делится?» «Коля хочет вам сказать следующую штуку. Сказать. У параллелограммы есть центр, и если провести произвольно прибор через этот центр, то тогда вот эти отрезки будут равны, вот эти отрезки будут равны, да? «Стакан». «Это верно». «Как догадать?» «Все понятно, что это нам хватит?» «Да». «Потому что просто мы возьмем середину, проведем, и автоматически получим штатную штуку. «Параллельно?» «Да». «Параллельно?» «Нет». «Это, конечно, не параллельно. «Там что?» «Ой, не надо». «Стакан». «Взять, реши задачу». «Кстати, она там еще где-то есть». «Это тоже такая известная задача, как и голограмма. «Если через центр провести прорезьбольную прямую, отрезок разделить в полу». «Это верно». «На самом деле, исходную задачу в последней жизни было легче решить без того, что сейчас Боря сказал, но можно и так. «Вы никак не можете привыкнуть к вот этой вот технике, к тому, что надо уметь пользоваться им брендом треугольницы». «Ребята, это Казахстан очень мощная штука. Вот эти вот три признака, помните? Как там по двум сторонам углу между ними, да? По стороне из двум угла, помните?» «Если это проведена через центр, значит, вот эти отрезки равны». «Да, конечно». «Дальше…» Ну а дальше, соответственно, если этот треугольник потепили в углу А, то, ну, на углу этого тоже нет. Понятно. Я понял вашу логику. Идея такая, что если у нас в двух конкурентных треугольниках сделали одно и то же построение, то должно быть... Ну это верно, конечно, по сути. Но, ребят, все можно было рассказать проще. Сначала объясним в проекте знакомых проведенных диагонали и точных причин. Если вы будете на треугольник АМО, у него вот этот отрезок такой же, как отрезок ЦН. У него отрезок АО такой же, как отрезок ОЦ. Посмотрите, пожалуйста, вот этот угол МАО такой же, как ОЦН. Значит, по признаку две стороны и угол между ними зашлихованные треугольники, как РН. А значит, вот эти уголки что? Правда? А значит, эти три точки? 12. Да, такие. Ну, и так были равны, не равны. Не, и так не были равны. Нет. Да, значит, я считаю, что вы просто, в принципе, не поняли никакое рассказывали. Давайте я еще раз повторю. У нас был параллелограмм. Это слово я не понял. Параллелограмм А, В, С, Д. У него были диагонали А, С и В, Д. Так? Диагонали пересекались с точкой О. Дальше мы брали середины сторон А, Д и В, С. И соединяли их с точкой О. Мы не проводили отрезок МН. Господа, обратите внимание. Геометрия – присутствие умения слышать человеческие вещи. Почему, между прочим, в свое время вообще огромное количество времени на ум и геометрии тратили на, казалось бы, ненужные вещи, на их самое все умы и так далее? Это, к сожалению, малоэффективный способ, потому что большинство школьников, которые имитируют, что они слышали вещь учителя. На самом деле ничего не понимали, к сожалению. Но, господа, я еще раз повторяю. Вы пытаетесь услышать параллелограмм, диагонали, точки пересечения диагонали. Вы слышали? Середины сторон. А дальше мы не проводили отрезок МН. Я вам четко говорю. Соединим точку О с этими самыми серединами. Соединим точку О с серединами. Понятно, что после этого возникают треугольники АОМ и СОН, да? И вот эти треугольники оказываются конкурентными по двум сторонам на углу между ними, а значит углы АОМ и СОН оказываются равны, а значит точка О на диагонали. Все понятно? Вот. Но подумайте, пожалуйста, здесь то же самое. Просто здесь надо было, вне зависимости от того, какой здесь отрезок, надо было рассмотреть то же самое. Углы равны, вот эти отрезки равны и здесь равны пустое. Понятно, да? И получилось бы, что вертикальные углы... ... ... ...